Вести Карачаева-Черкесия В 2014 году появится 4 быстрых зарядных заправки для электромобилей. И в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» появится спортивная площадка, веревочный городок, летний кинотеатр и многое другое. Карачаева-Черкесия В Луганске составилась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесия Рашида Тимрезова с временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Стороны обсудили различные направления сотрудничества республик в социально-экономической сфере. Соглашение о сотрудничестве Рашид Тимрезов подписал и с исполняющей обязанности главы администрации Старобельского района Луганской республики Александром Гончаровым. Старобельск считается центром освобожденных территорий Луганской республики. Дальнейшее развитие района – важнейшие составляющие восстановления всей республики, отметил руководитель региона. Рабочая группа правительства Карачаев-Черкесии совместно с руководством района определит конкретные направления деятельности и интеграции Старобельского района в реализацию государственных программ и приоритетных национальных проектов, действующих в Российской Федерации. Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил Рашида Тимрезова за готовность к сотрудничеству и выразил уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие двух республик будет способствовать улучшению качества жизни граждан. На территории Международного выставочного центра «Крокус-экспо» Москвы в рамках международной выставки «Агрос-2023» состоялось традиционное всероссийское агрономическое совещание, в котором приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства Карачаев-Черкесии Джамбулат Лехов и начальника отдела механизации и земледелия Руслан Бирабасов. Участники мероприятия подвели итоги работы отрасли растеневодства за прошлый год и выработали меры по подготовке и организованному проведению в этом году сезонных полевых сельскохозяйственных работ. В текущем году в Карачаев-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельско-населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаев-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач, рассказывает начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи, то есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и может быть где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Порядка 2000 рабочих мест создали в детских садах республики с 2012 года благодаря вводу новых объектов. Их строительство позволило достичь стопроцентной доступности дошкольного образования в регионе. В частности, за счет средств федерального и республиканского бюджетов в Карачао-Чекесе построено и реконструировано семь десятков детских садов. Открыты также дополнительные дошкольные группы в формате «школа плюс детский сад». Все это позволило ввести более 8400 новых мест. Кроме того, для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в семи учреждениях республиканского центра создано 10 специализированных групп. Региональные власти оказали грантовую поддержку более 70 проектам по развитию туризма в регионе в прошлом году. На эти цели при поддержке правительства страны было направлено более 340 миллионов рублей. В прошлом году Карачао-Чекесе вошла в число победителей конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего туризма от правительства России. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддержку такого формата туристическая отрасль региона получила впервые. Средства направлены на поддержку развития туристической инфраструктуры, в частности, создание модульных гостиниц, обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности. В Карачао-Чекесе до 2024 года появится 4 быстрых зарядных заправки для электромобилей. Кроме того, по данным Министерства промышленности, энергетики и транспорта республики, до конца 2024 года в регионе появится 32 быстрых зарядных станций для электромобилей. Сейчас для станции определяют места расположения, чтобы электромобили смогли полноценно перемещаться по всей территории региона. Напомним, Карачао-Чекесе вошло в число 40 регионов, которые включены в пилотный федеральный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта до 2024 года. Первым участником проекта стал Старопольский край, затем к нему подключился Дагестан. Все детские выплаты социального фонда приходят родителям на счеты в банке в один день, каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет передана из органов социальной защиты населения социальному фонду страны. В этой связи за текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться 3 числа каждого нового месяца в единый день доставки всех детских пособий социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляются в отличные от социального фонда даты. Жители Карачао-Черкесии при поиске вакансии могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. Злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы, высокой оплатой труда, гибким графиком, простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсы. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку менеджеры по подбору персонала, которые могут запросить у клиента конфиденциальную информацию, данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос, к примеру, 500 рублей. Однако на самом деле эти деньги попадают к мошенникам, как и данные банковской карты и номер телефона, которые злоумышленники могут использовать в своих целях. О правилах кибербезопасности напомнил начальник отдела отделения Банка России по Карачао-Черкесии Ольга Щекланова. Если гражданин получил предложение о работе с требованием оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию или провести другие платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит отвечать на такие сообщения и тем более передавать незнакомым людям персональную информацию. Данные карты ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам» можно найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и о правилах безопасного финансового поведения. Решением арбитражного суда Карача-Черкесии удовлетворено исковое заявление прокуратуре Республики о признании недействительными договора аренды заключенного между Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Черкеска и акционерным обществом «Распределительная сетевая компания» и договора субаренды заключенного между Распределительной сетевой компанией и обществом с ограниченной ответственностью «Капитал». Подробности у помощника прокурора Карача-Черкесии по взаимодействию с СМИ и общественностью Елены Дармаграевой. Незаконные сделки позволили Обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» распорядиться земельным участком по своему усмотрению и разместить на его части помещения для охраны и автоматический шлагбаум «Паркомат», которые препятствовали свободному проезду населения к торговому центру «Панорама». Данное исковое заявление было заявлено прокурором в интересах жителей города Черкеска, а также муниципального образования в целях обеспечения соблюдения на территории города земельных и градостроительных норм и недопущения незаконного использования земельных участков. После вступления решения в суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой. В Карачаево-Чикесии заработала Федеральная система безопасности и контроля автотранспорта «Паутина», которая позволяет выявить из транспортного потока нарушителей. Новая система объединяла в себе все преимущества всех предыдущих систем фиксации дорожных правонарушений, рассказывает начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД и МВД в Карачаево-Чикесии Руслан Бастанов. Данная система внедрена МВД России для оперативного реагирования сотрудников МВД при выявлении разного рода нарушителей, которые нарушают правила дорожного движения, также совершают какие-то противоправные либо преступные деяния. Данная программа объединила в одно виртуальное пространство все комплексы фото- и видеофиксации, установленные на территории Российской Федерации. В Центре молодежного и инновационного творчества Черкеска прошла встреча горожан, представителей мэрии города и архитекторов из Ярославля. Проект, подготовленный Викторией Богинской и группой специалистов под ее руководством, поразил своими масштабами. Творческая группа представила, каким видит преображение парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В частности, архитекторы планируют оборудовать на территории парка спортивную площадку, веревочный городок, летний кинотеатр, прогулочную зону и беседки с национальным колоритом. Совместно разработанный проект представят на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку теперь можно на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант нет необходимости. Теперь можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета. Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на госуслугах. Если уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. 17 школ Карачао-Чекеси будут оснащены современным цифровым оборудованием в этом году в рамках оригинального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. А в следующем году в программу войдут еще 15 школ республики. С 2019 по 2022 годы 153 образовательных организаций региона были оснащены современным цифровым оборудованием, что позволило вывести процесс обучения школьников на более качественный уровень. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования в сентябре этого года на базе Центра дополнительного образования детей откроется первый в регионе Центр цифрового образования детей «АйТи Куб». Сегодня подобные центры создаются по всей стране. Их основная цель – дать школьникам с 1 по 11 класса возможность практической деятельности по направлениям, связанным с цифровыми технологиями. В современных условиях подрастающему поколению просто необходимо быть грамотным и продвинутым в IT-сфере. Поэтому именно на IT-грамотность и будет направлено дополнительное образование технической направленности, во время которого ученики погрузятся в информатику, технологию искусственного интеллекта и программирование. Основа основ. Для развития одаренных школьников в Центре IT-куб будет оборудовано 6 профильных кубов. Как мы же сообщали, русские театры драмы и комедии Карача-Чикеси приглашают на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова», который пройдет сегодня на сцене Государственной филармонии Республики. Грядущее 200-летие великого отечественного драматурга Александра Островского решено было ознаменовать театральной постановкой знаменитой комедии русского классика «Женитьба Бальзаминова» и помог театру в этом художный руководитель и режиссер театра «Чеховская студия» Владимир Байчер. Сложность заключается в том, что я предложил актерам очень сложный жанр. Это жанр трагифарса. Это один из самых сложных жанров, потому что здесь очень много эксцентрики, много буфонады, много акробатики, много очень таких и музыкальных очень сложных моментов. Все поют у нас на спектакле и играют, и все это должно быть соединено. И вот это все внутри этого жанра объединить – это непросто. В картина галереи Черекеска продолжается выставка участников студии «Краски-09». Свои творческие работы представили художники Анна Макрякова, Александр Ольховский и ремесленник Вячеслав Якимовец со своей коллекцией керамических изделий. В рамках выставки представлены также лучшие работы воспитанников студии за пять лет и работы самой художницы. Кроме классической живописи, зрители могут оценить картины в смешанной технике, к примеру, и из эпоксидной смолы, рассказывает художник Анна Макрякова. Рисовать я любила всегда, и как-то с самого детства. Я начинала с художественной школы, потом институт, кафедра дизайна. Очень долго я проработала дизайнером, и потом все-таки вернулась к холсту и краскам. Может быть, потому что меня это вдохновляет, и, как сказал один известный человек, найди себе дело по душе, и тебе ни одного дня в жизни не придется работать. Это мое любимое дело, мне нравится этим заниматься. А в художной школе Усть-Джигуты продолжается выставка изделий русских традиционных промыслов. Посетители встречают прекрасные талантливые преподаватели и проводят познавательный и увлекательный экскурс в историю. Подробности у директора учреждения Бориса Атаева. Если мы с детства не будем воспитывать, потом очень трудно это воспринимать поколению. А для нашей школы проблем в этом отношении нет, потому что по этой части мы работаем очень давно, еще с времен программ Бориса Неменского, и дети с этим знакомятся с первого класса. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. А в горах плюс 5-10 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 5. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. На этом новостной блок завершен. Его управила Рита Нерова. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!